О военных преступлениях, жестокости оккупационной армии и неотворотности наказания. Поговорим с бывшим советником, министр внутренних дел Украины, юристом, доктором философии. В нашем эфире Владимир Мартынинко. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Итак, Пол Ури умер в плену, так называемый ДНР, это уже факт. Переговоры, возвращение его тела длились более полутора месяца. Как считаете, для чего оккупантами был выдержан этот срок? Почему раньше не хотели отдавать тело? Мы тут видим очередное подтверждение преступлений, которые совершаются российскими преступниками военными. И, конечно же, этот срок, он был нужен им для того, чтобы скрыть следы пыток, чтобы скрыть следы тех увечий, которые ему нанесли. И чтобы скрыть вообще, чтобы убрать причину, нельзя было исследовать причину смерти его. Это долгий срок, достаточно долгий срок. И за этот долгий срок тело уже, конечно же, поддается биологическим изменениям. И, конечно же, дальше уже... Сложно будет установить истинную причину, да? Это уже утяжеляет установление истины, да. Скажите, а это как раз такой же срок, получается, как и после террористического акта в Еленовской колонии? Да, уже чуть больше месяца прошло. И теперь они вроде бы как готовы пригласить правозащитников туда, в эту Еленовскую колонию. То есть, такой же срок приблизительно, чтобы занести следы? Ну, приблизительно такой же срок. Время не стоит на месте. И физика, и биология, она тоже работает независимо от нас. И, конечно же, и следы преступлений, они имеют свойство потихоньку уходить во время. То есть, они потому... И к Еленовке идет речь о том, что сейчас идет разговор о том, что они готовы уже допустить. Потому что времени прошло много. Ну, такая же ситуация и с телом подданного Британии, которые сепаратисты, которые российские преступники, просто своими издевательствами, своими пытками довели до смерти. Хотя они заявляли о том, что он умер от осложнения хронических болезней. И, получив тело, весь мир может увидеть в том, что они, как всегда, врали. И очередное подтверждение их преступлений, оно налицо. Вы знаете, Владимир, у нас только что был материал о том, где журналисты говорят, что, судя по всему, Российская Федерация готовилась и готовила свою армию ко всем этим страшным военным преступлениям. Они попрали множество международных актов, договоров, дискредитировали международные организации, попрали Женевскую конвенцию. Расскажите в двух словах, какое на самом деле должно быть отношение к военнопленным согласно Женевской конвенции и международному праву? Женевская конвенция предусматривает гуманное отношение к военнопленным. И не только к военнопленным, но и в том числе и к гражданскому населению. То есть речь идет о том, что нельзя ни в коем случае применять к ним пыток, нельзя ни в коем случае применять к ним насилие, о каких-то издевательствах, о каких-то тех вещах, которые сейчас делают российские преступники, вообще они там недопустимы. В том числе психологических пыток, я сейчас говорю не только о физических, в том числе применение пытки под названием голод. То есть эти все вещи, они недопустимы согласно Женевской конвенции. Но опять же таки, мы помним с вами прекрасно, что еще в 2019 году Россия вышла из подписания Женевской конвенции. То есть они отозвали свою подпись. То есть готовились, готовились, вероятно, за благовременно. Они готовились, я вам хочу сказать, что если здесь было в открытую отзыв подписи, то очень много других международных договоренностей, которые регулировали бы и гуманные отношения, и не нападения, и признания действий уголовного, международного уголовного суда Россия просто не признает и не берет во внимание. То есть эти средневековые подходы сравнительно с дипломатическими договоренностями между собой стран цивилизованного мира, они, конечно же, они говорят о многом из тех вещей, которые происходят в России. Но когда мы говорим о России, мы не понимаем, что это цивилизованная сторона, тут нет основания об этом говорить. Поправьте меня, пожалуйста, Владимир, если я ошибаюсь, ведь согласно Женевским конвенциям, военнопленным еще и должна оказываться всеобъемлющая медицинская помощь, они не должны умирать от ранений. Медицинская помощь обязательно, и доступ туда докторов, и доступ туда мониторинговых миссий, и всех остальных, она туда тоже предусмотрена в обязательном порядке. Конечно же, российские преступники не придерживаются ни Женевских конвенций, ни вообще никаких моральных или еще каких-то понятных правил. Они в очередной раз доказывают и показывают, что они на самом деле преступники, и путь их единый, их нужно уничтожать просто, чтобы их не было. Владимир, вы знаете, мы уже заговорили и вспомнили Еленовскую колонию, и вспомнили о содержании военнопленных. Наши коллеги во время съемок документального фильма «Мариуполь вне зоны» пообщались с жительницей Мариуполя, которая пробыла в Еленовской колонии 100 дней. И стоит отметить, что Анна, девушка, которая была в этом плену, не была военной, даже волонтером. При этом была безосновательно задержана оккупантами. Давайте посмотрим сейчас, что ей пришлось пережить за эти 100 дней. Страх глобальный – это когда за твоей камерой, за дверями твоей камеры происходит избиение людей. И как плачут мужчины. И как они вымаливают пощаду. К этому невозможно было привыкнуть. Вообще. То есть с тобой… Ты же не в какой-то пиратской стране. Ты с этими людьми разговариваешь на одном языке. Они точно понимают, что ты их умоляешь. Но это не работает. И беспомощность абсолютно не… Что это может быть навсегда. Человек, который может прямо здесь потерять жизнь. Владимир, вот есть ли у той же Анны и тех, кому удалось покинуть стены Еленовской колонии, шанс на некую справедливость, на какие-то компенсации за то, что они пережили? Или Россия никогда не исполнит ни одного решения суда? Россия исполнит все решения судов. Им придется просто это сделать. Просто, возможно, для этого нужно будет в России поменять и устрой политический, и власть в России. Россия обязательно выполнит, рано или поздно, выполнит решение и Международного уголовного суда, и ГААСского трибунала, который обязательно будет над теми руководителями военно-политическими этой террористической страны, которая творит военные преступления. Это обязательно произойдет, тут не нужно терять надежды, и всех компенсаций, и относительно пострадавших лиц, и относительно государства вообще, они обязательно будут Россией выплачены. У них нету просто другого варианта. Они просто пытаются всеми фибрами, всеми силами этому сопротивляться. Но, тем не менее, это обязательно произойдет. Владимир, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы послушали историю этой Анны. Скажите, как действовать в целом людям, которые пережили плен с правовой точки зрения? С правовой точки зрения нужно обратиться в государственные органы нашей страны, для того, чтобы зафиксировать эти преступления, для того, чтобы они были зафиксированы документально, дать показания, объяснить максимально подробно, что там происходило, как оно происходило и так далее, для того, чтобы это все зафиксировалось документально, для того, чтобы эти документы, эти свидетельства, для того, чтобы они были обязательно в основании уголовного преследования тех военных преступников российских. И я вам хочу сказать, и на территории так называемой ДНР, ЛНР, зачастую это те же, которые живут там, это те, которые были нашими согражданами и предали страну. Перешли на сторону оккупантов. Они состоят в этих так называемых сепаратистских подразделениях, в этих так называемых армиях ДНР, армии ЛНР. И вот как раз они и издеваются над их бывшими согражданами, как раз они и творят в том числе эти военные преступления, военные бесчинства. И за это все им все равно придется нести наказание. Владимир, мы говорили сейчас с вами о судьбе Пола Ури, волонтера британского, который погиб в плену так называемой ДНР. И вот уже тоже упоминали Еленовскую колонию. Прошло тоже уже полтора месяца с тех страшных событий, когда были убиты 50 военнопленных украинских. Скажите, вот если детальнее поговорить сейчас, сейчас вот собираются туда допустить миссию ООН по выяснению фактов. Она должна прибыть туда, в эту оккупированную Еленовку, получить полный доступ к людям, местам, доказательствам, об этом говорят представители ООН. Но вот если мы говорили уже о теле Пола Ури, да, там есть какие-то биологические процессы, что за это время могли изменить на месте преступления? И что увидит? И какова вообще цель будет этой поездки, миссии ООН спустя полтора месяца? Не будет ли она такой формальной, как можно говорить о визите миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, когда по сути никакого результата? Пока мы слышим только об обещаниях пустить туда миссию. И не исключено, что эти обещания будут приноситься во времени еще и дальше. Мы уже видели такую ситуацию, уже были обещания допустить в колонию в Еленовку международной мониторинговой миссии, но тем не менее очень долгое время туда никто пока попасть не может. Поэтому дай бог, чтобы это сбылось. За это время там могли уже уничтожить очень много улик, могли поперемещать все, что там находилось. Происходят физические и химические процессы. То есть с теми продуктами горения, которые там находятся, определить через такой срок, определить, что было как раз причиной возгорания, что было причиной уничтожения этих погибших людей. То есть тоже ситуация с временем, конечно же, она усложняется. И тут поэтому и как раз и российские преступники и тянут время, и тянуть будут его, я думаю, и дальше. Относительно тех людей, которые там находились, доступ к людям. Речь же идет о доступе к тем живым, которые там содержатся. Я очень сомневаюсь, что к ним будет допущена хоть какая-то правозащитная миссия или какое-то представительство какой-то мониторинговой организации. Почему? Потому что они содержатся там незаконно. И это очередное подтверждение преступлений российского военно-политического режима. Это очередное подтверждение преступлений их воинских формирований. И, конечно же, они будут пытаться всякими способами от документирования этих вещей уйти. Но все-таки будем надеяться, что туда все-таки будут допущены и мониторинговые миссии. Рано или поздно они туда все равно попадут. И свидетельства и доказательства тех военных преступлений, которые там были проведены, они, конечно же, будут. Наверное, стоит еще поговорить с вами о фильтрационных лагерях, которые действуют, собственно, и в Донецкой области. Американские аналитики сейчас их насчитали как минимум два десятка. И накануне состоялось заседание Совета безопасности ООН. Там призвали Россию прекратить фильтрацию и депортацию украинцев со временно оккупированных территорий, в том числе и детей. В России постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что фильтрационные операции контролируют чиновники из администрации президента России Владимира Путина. И по словам Томаса Гринфилд, российская власть допрашивала, задерживала, принудительно депортировала от 900 миллионов граждан Украины из их домов в Россию и часто даже в изолированные регионы на Дальнем Востоке. Владимир, как считаете, есть ли сейчас некий механизм, как остановить эту депортацию и фильтрацию? Я думаю, что тут сейчас механизм, который бы действенно мог внести изменения и остановить действия российских оккупантов, он очень туманный. На самом деле россияне не хотят придерживаться ни норм права, ни решения каких-то международных организаций и так далее. То есть говорить с ними о том, что нужно это сделать, конечно, нужно постоянно, но как они на это реагируют, мы увидим. Только жесткое давление, только санкции, только военные победы наших сил обороны, они заставят россиян выполнять те требования, которые к ним есть. Причем санкции должны быть и в том числе и персональные относительно близкого окружения, около кремлевских всех и бизнес-сред и всех остальных. И вот это может, конечно, подействовать. А так у меня есть огромные сомнения, что россияне в том виде, в той форме государственности, в той форме управления, которое сейчас есть, будут реагировать хоть на какие-то гуманные обращения каких-то организаций. Но у нас практика показывает, что они на это не реагируют практически никак. А я скажу еще один момент о тюрьме в Еленовке. Мы услышали впервые не после этого преступления, которое там произошло, после огромного преступления, после уничтожения военнопленных. А мы не услышали, как о точке содержания тех, кто проходил через фильтрационные лагеря, тех так называемых боевиками неблагонадежных, которых они туда помещали для того, чтобы дальше проводить с ними работу и либо склонять к сотрудничеству с оккупационными войсками, с оккупационной властью. По сути, был конслагерь. Мы считали в более жесткие условия, ну, как, например, в тюрьму изоляции в Донецке. Да. И мы понимаем, что они занимаются не только фильтрацией и этими убийствами. Вот глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что сейчас Россия планирует еще и призвать в армию 10 тысяч человек с оккупированных территорий. И делает это уже даже обманным путем. В частности, оккупационные администрации организовали принудительную замену автомобильных номеров, чтобы выманить мужчин призывного возраста и провести их учет. И также россияне пытаются сейчас осуществить мобилизацию в оккупированном Донецке, забирают в том числе больных прямо из медучреждений. Владимир, скажите, есть ли спасение для украинцев? Как избежать этой мобилизации? Как отстоять свои права? Продолжать просто прятаться? Или есть механизм? Я думаю, единственный действенный вариант спасения от мобилизации, принудительной мобилизации. Мобилизация там идет уже больше месяца, но она не была принудительной, она не была обязательной. Сейчас это переходит в обязательный формат. И не только в Донецкой, в Мариуполе мы слышим о таких же действиях оккупантов. То есть, для чего они привлекают мужчин? Они привлекают мужчин для того, чтобы использовать их как пушечное мясо. Пускать их впереди для того, чтобы они разведывали нахождение наших оборонительных позиций и после этого обстреливать их артиллерией. То есть, соответственно, с этими потерями россияне считаться не будут, потому что жители оккупированных территорий Украины, для них, в принципе, не берутся в расчет. Их не из жизни никто в расчет брать не будет. Соответственно, они набирают оттуда пушечное мясо, которое будут пускать на наши позиции. Единственный вариант у этих мужчин оттуда всякими путями, всякими возможными путями, оттуда просто убегать. Убегать из этих городов. Ну, если уже они не могут организовать там действенного нормального сопротивления, то им нужно сделать любые действия для того, чтобы не попасть в это так называемое ополчение. Потому что шансы выжить там у них будут абсолютно минимальны. Скажите, а сдаться в плен является ли выходом из этой тяжелой ситуации? Для того, чтобы сдаться в плен, им нужно, чтобы их вооружили, чтобы их выставили на позиции. И дальше они уже шли с оружием в руках. Дальше все будет зависеть от оперативной обстановки. Могут, смогут они сдаться в плен или не смогут. Потому что их точно так же запускают на выявление минных полей. Точно так же запускают на очень много других всяких разных инженерных заграждений, выставленных нашими силами обороны. Я хочу сказать, а сзади них, чтобы они не убегали, выставляют так называемые заградотряды. Очень часто это заградотряды из Кадыровцев. Поэтому тут очень важно, чтобы они искали всякий возможный способ покинуть эту территорию. Будем прямо говорить, убегать из этой территории для того, чтобы не стать пушечным мясом. А вообще, давайте говорить прямо, им нужно объединяться и устраивать в середине оккупированных территорий сопротивление для того, чтобы уничтожать оккупантов. И нечего там сидеть и дожидаться, пока кто-то придет и вместо них это сделает.